Доброе утро всем уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и, как и всегда, продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях. Ну что ж, настроения в целом явно изменились. Мы видим всплеск позитива, который, на мой взгляд, по-прежнему не обоснован. Этот рыночный позитив мотивирует трейдеров открывать длинные позиции по риску, вкладывается, опять же, в фондовые рынки разных региональных площадок, покупать нефтянку, ведь растет также и фонда, делать акцент на рост евро и фунта австралийцы и так далее. Все почему-то забыли о тех факторах, которые ранее стали причиной появления нового финансово-экономического кризиса 2020 года. Я очень надеюсь, друзья, то, что за долгий период работы с моим аналитическим контентом, да и, в принципе, наблюдения за финансовыми рынками, этот опыт позволяет вам уже сказать самим себе, что мировая экономика никогда не выходила ни из одного финансово-экономического кризиса за такой короткий промежуток времени, как может показаться сейчас. Для того, чтобы преодолеть, нивелировать все негативные последствия, зачастую экономикам требуется несколько лет. И уж тем более тот пожар, который возникает на них, когда все только начинается, его вряд ли возможно, в принципе, потушить дополнительными инъекциями ликвидности, которые сейчас щедро раздает и делает Федеральная резервная система. Последние, опять же, шаги и действия по анонсу неограниченной, бесконечной, как любят сейчас, опять же, смаковать этот термин, программу количественного смягчения. Мы работаем с кризисом. Мы говорим о кризисе, мы говорим о логичном давлении, которое должно быть и дальше оказываться на риску актива. Я прекрасно понимаю, друзья, то, что многие из вас заходили, возможно, на самых донных уровнях, но при этом я могу сказать, что всегда, наверное, будут те трейдеры, кто опаздывает с развитием трендовой динамики. Но не нужно верить в чудо и в тотальный разворот. Не нужно поддаваться на вот эту ловушку избыточных ожиданий того, что дальше все будет только улучшаться. Я бы посоветовал вам, друзья, если вы все-таки, открывая короткие позиции, ставите небольшие стопы, при их достижении не нужно разочаровываться. Ищите дополнительные уровни, с которых можно вернуться к прежним сделкам, потому что последние недели нам доказали, что если риск начинает активно валиться, это движение, которое сразу съедает о капитализации стоимости разных активов не меньше полтысячи пунктов. И повторюсь, друзья, если вы сейчас зададитесь целью найти целевые ориентиры, которые еще не были достигнуты с, опять же, отсылкой на прогнозы известных инвестбанков, вы убедитесь и сможете найти подтверждение, что ориентиры по тому же самому евро-доллару по-прежнему значатся в районе ближе к паритетным значениям, по фунту также сейчас переоценка. До сих пор этой валютной пары составляет, точнее, фунта около 10%, и есть куда падать. Если будут валиться эти активы, значит, будет активно расти спрос на доллар. Ну и, конечно же, рост американской валюты еще больше притопит позиции австралийца, и новозеландца, и канадца. Ну, ладно, с лирическим отступлением, я думаю, давайте закончим, посмотрим на то, что происходит с нашими привычными инструментами. Рынок нефти после экспирации 30-56. Сейчас, повторюсь, друзья, то, что, как и раньше, мы говорим о тотальном падении спроса на углеводороды. Вчерашняя статистика по активности в сфере услуга производственного сектора Англии, ключевых регионов еврозоны и в целом валютного блока, а также США, указали нам и подтвердили тот факт, что мировая экономика уже в состоянии рецессии. Поэтому рынок нефти останется крайне чувствительным и уязвимым к новостному фону, связанному с распространением коронавирусной инфекции. Я сегодня специально не стал делать акцент на то, сколько мы имеем на текущий момент количества заболевших и количества летальных исходов. Если вам интересно, посмотрите на данные исследовательского центра Джона Хопкинса. Вы убедитесь, что, к сожалению, статистика, она только ухудшается, количество заболевших продолжает расти. Ну, наверное, какой-то период времени кошмарить я всех более не буду. Поэтому по нефтянке у нас падение спроса очевидное, мировая экономика в рецессии. Россия и Саудовская Аравия чудесным образом не решили отказаться от прежних намерений увеличить нефтедобычу с 1 апреля. Поэтому в целом рынок нефти обречен на дальнейшее снижение. Сегодня выйдет отчет по запасам нефти. По прогнозам ожидается увеличение запасов и еще один фактор снижения для нефтянки. Доллар иена 111.39. Здесь я пока какую-то рекомендацию давать не буду, поскольку я все-таки уверен, то, что на этой валютной паре сохранится волатильность борьбы именно двух защитных инструментов, я, честно говоря, еще не определил для себя и не понял все-таки, какой вектор дальнейшего движения станет приоритетным. Если у вас есть идеи, видение, пожалуйста, в комментарии пишите. Я думаю, что это будет полезно для всех. Но в целом по доллару я, как вы знаете, рассматриваю этот актив как защитный, как актив валюты фондирования и актив, который сейчас, пока вирус не локализован, будет пользоваться значительным спросом. Пусть и с какими-то паузами, которые, наверное, являются также нормальностью для любого трендового рынка, потому что любой тренд – это переход инициативы от продавцов к покупателям и наоборот. По индексу доллара, друзья, здесь только лишь длинная позиция. Мы не достигли цели, которая ранее была обозначена в районе 105, и я уверен, что до нее доберемся. По золоту мы в солидном плюсе. Мы ждали, что рост этого актива последует. И вот, пожалуйста, сейчас отыгрываем как раз потенциал этих ожиданий – 1611 долларов. Сейчас хай был на уровне 1638. Вслед за золотом, исходя из уже замеченного факта корреляции с движением криптою, и начал подрастать и биткоин. В целом, если мы вернемся к качествам золота как неинфляционного актива, актива, который выигрывает по факту роста ожиданий чрезмерной мировой инфляции, это более чем неизбежно, учитывая, какие меры экономического стимулирования сейчас принимаются центральными банками у золота, и биткоина есть очень хорошие шансы вырасти. Евро против доллара. Друзья, если закрываются позиции по стоп-лоссу, ориентируйтесь на минимумы текущих дневных торговых сессий и снова заходите в короткие позиции. Данные по производственной активности в сфере услуг мы с вами разобрали. Данные явно свидетельствуют о том, что во втором квартале спад экономики валютного блока станет двузначным, и дальше будет только хуже. Ближайшая цель – 1,05. Фунт против доллара. Ближайшая цель – 1,15. Также слабая статистика по сфере услуг, по производственному сектору. Завтра мы ждем заседание Банка Англии. Я думаю, что это событие еще больше раскачает британскую валюту. И фондовый рынок. Друзья, несмотря на 10-процентный рост, который был зафиксирован, несмотря на те меры по поддержке экономики, согласованные Конгрессом буквально несколько часов назад, все равно у этого рынка сохраняется потенциал для снижения. Почему? Потому что Всемирная организация здравоохранения уже прогнозирует, что США станут новым эпицентром коронавируса. Количество заболевших только за последний день увеличилось в 12 раз. И мы по-прежнему говорим о таком стопорном состоянии промышленного производства из-за карантина и эпидемии, мер, запретов, которые сейчас охватывает вообще весь корпоративный сектор, не только США. По S&P цель 2200 пунктов, может быть даже 2200 пунктов. Предлагаю сделку селс-стоп с уровня 2380. На этом все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.